Добрый день! Я очень рада вас приветствовать на нашем очередном вебинаре 30 дуа из Кур'ана. Хвал Аллаху, мы в нём проходим 30 дуа. Которые очень важны в нашей жизни и в соответствии с нашими происходящими событиями и какими-то историями, которые происходят в нашей жизни. То есть эти дуа важны для просьбы, прошений, мольбы у Всевышнего Аллаха обо всём, в чём мы сильно нуждаемся. И каждая дуа в Кур'ане содержит какую-то историю. Каждый раз, когда мы завучиваем с вами новую дуа, мы становимся свидетелями того, что эта дуа связана с какой-то историей, именно с каким-то происшествием. Оно имело быть именно в этом аяте, в этой суре. И с применением этих дуа мы ещё и ещё больше учимся и познаём много чем в новом содержании Книги Аллаха. Мы знаем, что их 30, и из 30 мы уже на самом деле на 25 дуа. А Субханаллах, как уже много миновало, мы уже с вами на 25 из них, в котором идёт мольба даровать в детях и супругах отраду для глаз. В суре Аль-Фуркан из этой же суры мы на прошлом уроке учили другое дуа. А вот в 74 аяте говорится о том, что Аллах Субханаллах ведает нам о тех людях, которые спрашивают у Аллаха дуа даровать в детях и супругах отраду для глаз. Оно начинается. То есть мы те, которые сказали, мы не читаем дуа. Начинается это со слов Возможно, вы этот дуа используете уже в жизни. Если кто-то не использует, постарайтесь тоже применять его, читать каждое утро и вечер так, чтобы вы уже смогли его выучить. Господь наш, даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных. Какое прекрасное дуа. Да, Субханаллах. На самом деле не всегда бывает так, что когда мы видим супруга, либо своих детей, либо своё потомство, то есть внуков и так далее, и человек радуется. Не всегда бывает такое. Да, бывает такое, что радуется. А если радуется, то есть мы должны понять, что это действительно милость от Аллаха. И также мы просим у Аллаха сделать нас образцом для богобоязненных. Богобоязненные они какие? То есть те, которые боятся Аллаха, боятся приступить к какой-то предел запретного, запрещённого, и делают только богоугодные дела. Да, и если Аллах Субханаллах действительно сделает нас образцом для богобоязненных, как в этой дуне, так и в Ахират, то это также одно из благ этой жизни Ахирата, которую Аллах даровал. Эль-Мир Кулиев также переводит эти слова. Они говорят, Господь наш, даруй нам от раду глаз в наших супругах и потомках, и сделай нас образцом для богобоязненных. В хадисе в Сахихе Муслима 1631 хадисе передаётся от Абу Хрэра ради Алухан, что посланник Аллаха салли Аллаху алейху ассалям сказал, «Когда умирает сын Адамов, его дела завершаются кроме трёх». То есть, когда человек умирает, его дела завершаются кроме трёх. Праведный потомок, молящийся за него, знание, которым пользуется после него, или милостыня текущая, Субханаллах. То есть, даже если мы покинем этот мир, но те дети, праведные дети, которые будут делать дуа за нас, чтобы мы вошли в рай, это будет непрекращённым действием, которое будет действовать даже после смерти. И это будет благо и счастье в этой жизни. Потому что будут те, те, кто за нас будут делать дуа у Аллаха, молить его о прощении и заведении в рай. Также знание, которым мы делимся, также не прекращается. Чем больше людей становится причиной тех знаний, которые мы передавали, тем больше он не будет прекращаться. Он также будет нам приносить сауап, награду и милостыня. Милостыня, по причине которой человек проживает, облегчая себе жизнь. Это милостыня может быть в разных вариантах. Например, милостыня в качестве ковра в мечеть, милостыня мусхава в мечеть, или построить мечеть, или построить школу, мадресе. Чем больше там людей будут учиться, чем больше будут намаз совершать в этих коврах, чем больше будут читать мусхав из книги Аллаха, которую вы купили, или дали как садака, тем больше будет записываться награда нам даже после смерти. Эти дела не прекращаются. И те дети, которые радуют наши глаза при жизни, они ещё и после смерти, если будут делать дуа за нас, то это действительно великое благо. Давайте, иншаллах, тогда ещё раз, несколько раз повторим. То есть, и те, которые говорят, мы не повторяем. Дуа начинается со слов «Раббана». «Раббана» – это постоянное слово, которое мы с вами озвучиваем. «Господь наш хабы даруй ляна нам мин». То есть, от азуа джина наших жён. Здесь, возможно, мы можем даже читать, имея в виду наших мужей. Например, если муж нас радует, и мы берём какое-то счастье от его видения нами, то также считается одно из благ. «И вазурриятина» – и нашего потомства. Потомство – это наши дети, наши внуки, наше потомство, которым мы должны радоваться. Вот просто они радуют наши глаза. Это поистине огромное счастье. «Курвата» – прохладу айюна, айюнин, то есть глаз, прохладу глаз. «Ваджи альна» – и сделай нас. «Лиль муттакина» – для остерегающихся или для богобоязненных имама. «Абрассон» – слово «имаман». При остановке мы его протягиваем имама. Да, Аллаху ма аминь. Дай Аллаху ма быть образцом для богобоязненных. Действительно, чтобы Аллах сделал отраду для глаз наше потомство и наших супруг. Аллаху ма аминь. Если кто-то ещё не замужем, то если вы сделаете это дуа, то Аллах дарует такого мужа, который будет радовать ваш взор, ваши глаза, отраду ваших глаз и будущим детей, которые будут радовать ваши глаза. И так далее. Если кто-то уже замужем, имея мужа, может сделать это дуа или имея детей, также можно просить это дуа, ведь Аллах принимающий мольбу. Давайте ещё раз повторим. Здесь, обратите внимание, иддгам. Переход от Тенвина на Вау. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ещё раз. Раббана هаблена мин أزвاجنا وَذُرِّيَاتِنَا قُرْوَةَ أَعْيُنٍ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا إنشاء الله. Вот такое у нас сегодня дуа, которое имеет содержание, если посмотреть, то все рассаде. То есть Аллах, субханаталю, упоминает о тех людях праведных, богобоязненных, которые войдут в рай, что спрашивают богобоязненные дуа «О Господь наш, даруй нам от раду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас образцом для богобоязненных». То есть арабское слово «зауч», в множественном числе «азвадж», означает «пара», «чёто», «супруг», «супруга». То есть все эти значения применимы к данному высказыванию Всевышнём. И задумайтесь над прекрасными качествами правоверных. Они совершают праведные деяния, но всё равно испытывают нужду в поддержке своего Господа. Они просят Его даровать им праведных супругов, детей и друзей. То есть фактически просят у Аллаха смелостиваться над ними самими, потому что праведные родственники и близкие приносят великую пользу самому человеку. Более того, их молитва приносит пользу всем правоверным мусульманам, потому что благочестивые жёны, праведные потомки и богобоязненные друзья оказывают положительное воздействие на многих людей, с которыми им приходится сталкиваться. Они также просят Аллаха сделать их образцом для богобоязненных. Они говорят «Господи, помоги нам достичь высот праведности, сделай нас правдивыми и праведными, дабы богобоязненные мусульмане могли брать с нас пример. Сделай так, чтобы наши поступки были достойны подражания, а наши слова были достойны восхищения. Сделай так, чтобы добропорядочные верующие следовали нашим путём и руководствовались цветом нашей веры. Если человек просит Аллаха помочь ему достичь определённой высокой степени, то он просит наделить его качествами, без которых невозможно достичь таких высот. Поэтому мусульмане должны знать, то есть мы, мусульмане это мы, должны знать, что стать образцом для подражания можно только благодаря терпению и твёрдой убеждённости. Ибо Всевышний Аллах сказал, мы создали среди них предводителей, которые вели остальных по нашему повелению прямым путём, поскольку они были терпеливы и убеждённо верили в наши знамения. Это сказано в 32-й суре 24-м аяте. Таким образом, стремление стать образцом для богобоязненных тесно сопряжено со стремлением вершить добрые дела, терпеливо выполнять предписания религии, терпеливо избегать совершения грехов, стойко переносить превратности судьбы и обладать совершенным знанием, которое позволяет человеку достичь полной убеждённости. Только так можно обрести величайшее благо и достичь самой высокой степени, которую может достичь человек, не являющийся Божьим пророком. Как прекрасно подобное стремление, как прекрасны подобные деяния и как прекрасно соответствующее им вознаграждение. Барак Аллаху Фикун на Хавати на этом наш именно этот цикл сегодняшний подходит к концу. Пусть Аллах примет все наши дуа. Аллах Субхан Аллах в хамде к Ашхаду Алла Илла Илла Астаг и Атуб Иллай Ассалам Алейкум Валейкум вселяем, рахматуллах, ракет.